Доброго времени суток! Сегодня хочу вас познакомить с проектом, который называется ZKPAD. ZKPAD – это первый лаунчпад на стартнет. Во время мыслительного процесса по созданию ZKPAD использовалось множество лаунчпадов во многих цепочках и были изучены многие из них. Благодаря этому удалось найти множество возможных улучшений, которые будут реализованы на ZKPAD. Эти улучшения имеют фундаментальное значение и представляют собой радикальные изменения позиционирования ZKPAD. Вы можете отлистать на 10 мая и там почитать, что предложили такой дополнительный мини-конкурс, придумать тикер вашего собственного токена, который у вас будет. И уже потом команда по каким-то критериям можно было бы назвать. Ким выберет какое название вот этого тикера понравится больше всего и вот победитель сможет удвоить свои шансы на победу. Мы поговорим про основные моменты проекта. Первое это OnChain System. Это главный продукт проекта. Все, кстати, знаете, кто или для кого-то это новая информация по тикерам. У нас были с проектами с другими лаунчпадами. Это глобальная система. А, новая форма, да? Действительно, эта система 100% времени находится вне сети и она непрозначна для всех пользователей. Если в конце есть поле отдельное для тикера, я думал... При заполнении анкеты и анкеты опросника для конкурса, там последнее поле звучало, как выберите ваше идно, которое вы хотите связать с вашим кошельком. Это как бы отдельная тема. А тикер токена это отдельная тема. Найдите в официальном твиттере Social сообщение за 10 мая и почитайте выгоду от гораздо более понятной и справедливой системы для всех. Кроме того, Web3.0 создан для того, чтобы доказать, что все было честно и прозрачно. Ну, в принципе, как бы что еще можно добавить из таких интересных вещей, но понятное дело, что сейчас перед стартом тестирования, перед стартом приложения, вообще, конечно, много внимания уделяется пиару. Кроме того, белые списки, полученные для проекта, являются окончательными. Кстати, интересный ролик был, тоже можете увидеть в официальном твиттере, в Гонконге, на большом торговом центре, была рекламка и там звучал Солшау. То есть это такая рекламка типа гемы, разные проекты, которые можно поддержать проект на долгосрочную перспективу. Поэтому планируется разрабатывать свою архитектуру полностью сети и токенизировать белые списки в форме NFT, чтобы сделать их доступными для обмена до начала частной продажи проекта. Это сделает платформу более справедливой и прозрачной для всех, а также предложит возможность, которых раньше не было нигде, особенно с арбитражами. Также на данный момент было замечено, что почти все панели запусков в других сетях систематически предлагают одну и ту же систему, которая блокирует собственные токены платформы, чтобы иметь лотерейные билеты для будущих IDO. Это хорошая идея принуждения людей в блокировке токенов на фиксированный период времени и поощрение блокировки в течение длительного периода времени рассказывает Наташа про то, что было придумано для того, чтобы работу скаутов сделать лучше и проще эффективнее. Она расскажет. Что касается набора скаутов, это вопрос, который интересует многих, так или нет. Действительно, ликвидность очень важна для любого проекта. Смотрите, набор на самом деле продолжается. Изначально говорили две вещи. Команда проекта говорила две вещи. Первое, то, что программа скаутов, скаутская программа, она ориентирована на долгосрок. Это первое. Второе, то, что скаутов планировалось набрать немало. Я не знаю, стоит ли называть конкретные цифры. Изначально когда-то говорили около 1000 скаутов. Однако это касается всех платформ запуска, с которыми я сталкивался и сталкивался с проектом. Токены заблокированы на фиксированный период на контрактах. Они не перемещаются и просто генерируют доход по очень низкой ставке для пользователей. Закопат будет использовать эти токены. Первое, это обязательно правильно заполнить анкету. Потому что скауты должны идеально знать проект на самом деле. А второе, нужно показать некую активность, как вы можете быть полезны и что вы можете интересно предложить. Если особенно есть какое-то, может быть, такое нестандартное видение в позитивном участии, то это тоже только на пользу. Это может позволить, чтобы вас быстрее заметили и приняли в скаут. Наилучшим образом использовать дублибатированные токены в хранилище. Часто проекты используют трудности. С ними могут столкнуться панели запуска, когда дело доходит до проверки валидности проекта, запускаемых на платформе. Действительно, проблема часто возникает на этапе проверки проекта на панели запуска. С одной стороны, существует противоречие между принятием только качественных проектов, отвечающих реальным потребностям пользователей и желающих запустить все больше и больше проектов. Даже если это означает закрывать глаза на некоторые негативные моменты проекта и продолжать запускать все больше и больше проектов в пользу прибыли. С другой стороны, многие пользователи панели запуска используют свои квоты IDO для получения какой-то срочной прибыли, что приводит к общему отсутствию интересов проекта, запущенных на панели запуска. Тут возникает вопрос, а как не переусердствовать и не запустить все и вся на панели запуска, только для получения примера никакого нету. И как бы держать интерес пользователей проекта и запущенных на закопат долгосрочные эффективы. Оба эти момента необходимы для создания стартной площадки, рассчитанные на долгосрочные эффективы. То есть, если мы говорим про мемы, ну, к примеру, да, то вот скопированный мем, который уже измозолил всем глаза, да, на который налеплена надпись, там, просто там, АБК или логотип там сверху и, ну, как бы, этот мем. Чтобы смешать, совершенно не смешной, да, и уже всем известный и так далее, то есть, ну, вот это неинтересно, да. Если брать, например, на примере статей, то скопировать кусок текста, там, с официального блога или с, там, с Вики, или, там, вообще, там, с чьей-то другой статьи, просто вставить и, там, опубликовать, это тоже, ну, по сути, неинтересно, да. То есть, можно зайти в официальный блог, зачем заходить в такую статью, то есть, статья, ну, больше какой-то обзор вашей мысли, рассуждения, аналитика, выводы, сравнения, то есть, вот такого плана, то есть, не копипаст текста, который есть в официальном ресурсе, но, ну, про графику, про графические материалы, там, то же самое, допустим, ну, надо, чтобы как-то смотрелось гармонично. То есть, не знаю, мне всегда вот режет глаз, когда какая-то картинка в эту картинку заключается в том, чтобы налеплен логотип, без вырезания фона, там, или как-то, ну, как сказать, ну, как сказать, ну, ну, так сказать, ну, ну, то есть, не гармонично смотрящийся, да. Сначала как закопат компания, но также как закопат DAO. На самом деле об этом подробнее остановимся позже, но инвестирование в проекты в качестве DAO также будет способом выбора лучших проектов для запуска, а также поощрением держателей, которые планируют быть в долгосрочной перспективе с проектами, которые закопат, запускают, поскольку они будут владеть частью, а также через DAO. Именно в управлении все вышеупремянутые элементы наконец обретут смысл и будут сочетаться друг с другом. Перед этим последним пунктом были только упремянутые улучшения, но этих улучшений было бы слишком мало, чтобы оправдать термин Launchpad 2.0. Чего не хватает, так это согласованности между этими элементами. Эта согласованность обеспечивается сам. Действительно, DAO будет играть важную роль в мотивации инвесторов в поддержке проектов, запускаемых на ЗКПА. А в долгосрочной перспективе. Эти деления пройдут через два механизма. Первый – это выбор проектов, запускаемых на ЗКПА. Если я публикурую твит, руководство может наложить в это, если я в твиттере на русском делал, а потом перевожу этот твит на английский, и в этом случае проект не будет запущен на платформе. И второе – это DAO будет отвечать за часть токенов проекта, запущенных на ЗКПА. То есть, переведенные на английский, публикурую в Reddit, это две равных работы, считаю. То есть, я могу, что, следовательно, члены DAO всегда думать о долгосрочной перспективе, как перед выбором проектов, так и перед инвестированием в них. Во-первых, потому что, в принципе, языки раз – это первое. Во-вторых, площадки раз – это первое. Действительно, держатели токенов, чтобы иметь DAO, который имеет смысл и, действительно, децентрализовываться. ЗКПА действительно хочет принести дополнительную пользу с помощью этого DAO и надеется, что это, в принципе, имеет смысл. У проекта есть план развития до 2023 года, в котором они расписывают, что будет и как они производить. Также представлена команда, которую вы можете включить более подробно, перейдя на их LinkedIn и Twitter. И, конечно, вы можете попытаться попасть в white list, просто написав свою почту. Так что же мы имеем по ИДОКу? С помощью ЗКПА будет внедрен новый стандарт качества в панели запуска для всех участников ЭКО-системы. Что касается Дискорда, то здесь вообще отдельная тема, просто для понимания. Если вот кто-то, к примеру, делает, ну, что угодно, там, картинки, либо какие-то материалы, метроном ЭКО-системы, то публикация их просто внутри Дискорда, она, на самом деле, не имеет смысл. Так что теперь вы можете почитать все материалы, они должны привлекать внимание звуги. Поэтому были просто такие примеры, когда люди просто кидали их Дискорда, но потом, условно, так вот, я же делал, делал. С проектом проект действительно достойный, Launchpad 2.0, мы его ждем. На этом у меня все, всего доброго и до новых встреч.